На календаре 1 февраля среда. Вы смотрите новости на канале Котлас ТВ. В студии Елена Архарова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В Краевеческом музее состоялся оргкомитет по книге, посвященной столетию Котласа. В ее основу лягут копии подлинных документов, уникальные фотографии и малоизвестные факты. Кто выполнил норматив и получил золотой значок «Труду и обороне готов». Сегодня выпускники школ сдавали последнюю норму ГТО – бег на лыжах. Сегодня в Краевеческом музее состоялся оргкомитет по книге, которая будет издана к столетию Котласа. В совещании принимал участие и глава города Андрей Бральнин. Над книгой, которая, безусловно, станет желанным экземпляром в библиотеке каждого жителя Котласа, сегодня трудятся несколько десятков человек. Работники музея, библиотекари, архивариусы, историки, краеведы. Предполагается, что это будет издание объемом около 210 страниц и первоначальным тиражом тысячи экземпляров. Главы в книге будут разбиты на десятилетия, начиная с 1917 года и до наших дней. А начнется погружение в столетнюю историю города с введения Котласа через века. Формированием этого раздела занимается краевед Александр Хрусталев. Введение начинается с 8 века до 20 века, то есть до 1917 года. В этом разделе будут представлены 8-13 век, это финно-угорские поселения и славянские поселения. Далее идет расшифровка каждого века в отдельности, какие исторические знаменательные даты были в нашем поселении. В каждой из 10 последующих глав книги будут представлены копии подлинных документов, архивных фотографий, а также уникальная информация, которую по крупицам сегодня собирают авторы издания. Представляете, через 4 месяца после начала войны Лиминский завод дает первую продукцию фронту. Представляете, как надо было организоваться, как надо было перестроить станки, выделить этот цех закрытый, туда перетащить все станки и все это делается на фоне того, что почти 800 человек мужчин ушли на фронт. На их местах закрыли ФЗУ, стали работать эти ученики, женщины, и они уже через 4 месяца дали первую продукцию. Книга о Котласе в самом начале своего жизненного пути. Материалы, которые войдут в нее, пополняются ежедневно. А потому оргкомитет просит котлашан поделиться своими домашними архивами, старинными фотографиями, либо документами о событиях прошлых лет. Эти архивы котлашане смогут в дальнейшем увидеть на страницах новой книги о Котласе. Приносить снимки и документы можно в Котласский музей или в любой филиал городской библиотечной системы. Вы прямо уже заводите папки 17, 27, 27, 37 и вот так у вас под каждое будет десятилетие папочка. И по каждому десятилетию вы встречаетесь такими мини рабочими группами. И прямо 10 лет все проговорили последовательно. И для себя уже все это зафиксировали, начали отрабатывать. Вчера днем под Коряжемой произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля Джили Эмград не исправился с управлением. Допустил выезд на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с Hyundai Sonata. В ДТП посадали 50-летний водитель Джили и 24-летний водитель Hyundai. Оба с многочисленными травмами госпитализированы в травматологическое отделение Коряжемской центральной городской больницы. В Hyundai находился еще и 33-летний пассажир. После осмотра медиками с диагнозом ушибы верхних и нижних конечностей он был отпущен на амбулаторное лечение. Криминальная хроника города. Около 400 сообщений о происшествиях поступило в дежурную часть Котловской полиции за минувшую неделю. 35 из них о преступлениях. О наиболее заметных эпизодах расскажет Анастасия Гузелевич. К мужчине на работу пришел знакомый. Встречу решили отметить спиртным. Когда деньги и алкоголь закончились, они продали казенный сварочный аппарат. На следующий день они сделали то же самое, но на этот раз нарвались на оперативников. В итоге возбуждено уголовное дело. По подозрению в краже полиция задержала 30-летнего мужчину. Тот рассказал, что распивал спиртное, а когда оно закончилось, решил пешком отправиться из Котлоса на док и проникнуть в магазин. А все ради четырех полулитровых бутылок пива, палки колбасы и сигарет. Мужчина написал явку с повинной. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Лишился 14 тысяч рублей. Мужчина через Авито пытался продать сейф. Ему позвонил якобы покупатель и попросил для перевода денег подойти к банкомату и ввести определенную комбинацию цифр. В результате со счета продавца исчезли деньги. Мужчина поспешил банк и не зря сотрудникам банка удалось отменить еще несколько мошеннических операций по переводу денег. Владелец трактора попросил двух молодых людей отремонтировать сломавшуюся технику. Молодые люди, чтобы работать веселее, выпили, а когда алкоголь закончился, они отправились на трактор и до ближайшего магазина. Но водитель не справился с управлением. Трактор перевернулся. Возбуждено уголовное дело. Если вы стали очевидцем или еще хуже жертвой правонарушения или преступления, то незамедлительно сообщите об этом в полицию по номеру 02 или 22822. Сотрудники полиции просят помощи в розыске женщины, которая подозревается в краже продуктов из магазина. Момент преступления запечатлели камеры видеонаблюдения. На кадрах видеофиксации видно, как женщина заходит в магазин, берет пустую корзину и направляется прямиком к прилавку с дорогим алкоголем. Выбирает нужный товар и кладет его не в корзину, а к себе в карман. Очевидно, у женщины в куртке оборудован тайник, потому что в карман уместилась не одна бутылка крепкого алкоголя. Сотрудники магазина просмотрели остальные записи видеорегистрации и установили, что дамочка уже не первый раз выносит в своем кармане продукты. Теперь с женщиной заинтересовались полицейские. Если кто-то узнал ее, может помочь в восстановлении личности и местонахождении подозреваемой. Сообщите в полицию по телефону 02 или 22822. Сегодня к нам в редакцию обратился ветеран Великой Отечественной войны. 87-летний дедушка нашел на улице чьи-то потерянные документы и теперь очень хочет вернуть их владельцу. Я шел с больницы и зашел на Невского в магазин. Магазин зашел, значит, но из магазина выхожу и в промежуток пошел, пересек дорогу. Не в том же месте, где переход, к детскому садику. Там мне ближе в раме идти. Ну и смотрю, что-то чернеет. Ногой топнул, смотрю, документы какие-то поднял их. Там какие-то карточки банковские, там еще что-то такое. Банковские карты и визитки лежали в черном кожаном бумажнике. Валентин Васильевич нашел их во дворе на Чкалово-8. Чтобы вернуть потерянные документы, владелец кожаного бумажника может подойти в редакцию телекомпании Котлос-ТВ по адресу Урицкого, 9. Сегодня на лыжной трассе вблизи городского парка будущие выпускники школ сдавали последнюю норму ГТО – бег на лыжах. Гордостью учителей физкультуры с этим испытанием справилась больше половины участников. Среди выпускников издача ГТО стала еще одним шансом поступить в желаемый ВУЗ. Золотой значок дает до 10 дополнительных баллов при поступлении. Это, конечно же, стимулирует школьников стать участниками испытаний. Как показала практика и встреча с выпускниками 2015-2016 года, которые мы вручали знаки отличия буквально на днях, от 1 до 10 баллов дает при поступлении. Причем это существенное подспорье. У одного мальчика благодаря одному даже баллу он поднялся в рейтинге на 20. То есть обогнал 20 человек. То есть вот такие примеры, которые на практике стимулируют, мотивируют именно и готовиться, и заранее. И то, что это может помочь именно при поступлении в высшее учебное заведение. Нормы ГТО в беге на лыжах сдавали 36 школьников. На золотой значок ГТО девушкам необходимо преодолеть дистанцию в 3 километра, юношам – 5 километров. В итоге из всех участников норму ГТО на золото сдали 11 человек. Первой, кто проскочил в финишную черту, стала Владислава Захарова. Она справилась с 3 километрами на 7 минут быстрее, чем необходимо для золотого значка. По мнению школьницы, для успешной сдачи главное – умение перебороть себя, когда тяжело. Я считаю, что наш норматив, он не слишком тяжелый. То есть вполне выполнимо для учеников, которые, допустим, на физре занимаются. Для них нормальный норматив. Учитель физкультуры нам говорил как-то ехать по 500 метров, засекал у нас время. Кто хотел сдавать, тот ходил на физру и занимался. Возможность для повторной сдачи нормативов ГТО будет в марте. Школьники или выпускники смогут изменить прежний результат, а взрослое население гордо оценить свои физические возможности. Чтобы участвовать в сдаче нормативов, необходимо зайти на сайт детской и юношеской спортивной школы, ознакомиться с положением и оставить заявку на участие по номеру 5-3259. В Котласе на протяжении трех недель проходит спартакиада по волейболу среди городских школ. Соревнования ведутся в двух возрастных категориях – младшая и старшая. В играх принимают участие 11 школ. Влад Максименко расскажет подробнее. В спортивном зале школы номер 7 встретились команды из второй и седьмой школ. Первые два матча сыграли девушки. В младшей возрастной категории игра завершилась в пользу седьмой школы. Старшей победу одержала вторая школа. Думали, что команда будет сложная, что плохо сыграем, но мы постарались и выиграли. Мы думали, что они будут на уровне 18-й школы, которые нас выиграли, но оказалось, что не так. Ну, мы, конечно, надеемся на третье место. Я своими девчонками доволен. У них задача, что у девушек старшего возраста, что у юношей старшего возраста. Я им уже объявил, я буду хорошо, только первое место. Юноши, если все получится, мы планируем отправить на первенство области, которое пройдет в Архангельске в апреле. Но там я тоже планирую, что только первое место, потому что меня так воспитывали в свое время. Я признаю только первое место. Юноши младшей возрастной категории также подтвердили превосходство седьмой школы. Они легко обыграли соперников из второй школы, хотя те были настроены на серьезную схватку. А вот спортсмены постарше, наоборот, уступили ребятам из второй школы. Сегодня играем с седьмой школой против... В седьмой школе настроены на победу, с позитивными эмоциями, ну и готовы победить. У нас самая лучшая семья школа. Наша школа самая лучшая учителя физической культуры. Особенно Александр Васильевич и Иван Петрович, они много у нас научили. Волейбольные турниры одновременно проходят сразу в четырех городских школах. Всего должно пройти порядка двухсот игр, поскольку команды играют по круговой системе. Это уже третий вид у нас проводится. Состоялся кросс и соревнования по баскетболу. Волейбол на сегодня это наиболее массовый вид спартакиады. В турнирной сетке остается еще порядка сорока игр, пока лидирует вторая, седьмая и восемнадцатая школы. Закрытие соревнований состоится 9 февраля в спортивном зале седьмой школы. Победители спартакиады по волейболу получат награды и право представлять честь Котласа на областной спартакиаде. Для девушек она пройдет в Онеге, а для юношей в Архангельске. К другим новостям. 11 марта единственный концерт в Котласе на дворце культуры даст талантливый молодой исполнитель эстрадного шансона Артур. Падал белый снег, робко падал голову, кружил, ты милее всех, я своей любимой говорил. Чувственный и пронзительный певец, чей голос способен затронуть даже самое черствое сердце, мог бы стать знаменитым футболистом. Но судьба распорядилась иначе. Полученная в детстве травма помешала ему активно заниматься спортом. Но зато Артур смог всерьез посвятить себя музыке. По окончанию Харьковского музыкального училища музыкант отправился покорять Москву. Артур не упускал возможности проявить себя во всем. Участвовал в разных проектах, отправлял демоверсии своих песен продюсерам. В общем, искал любые возможности наладить контакт с шоу-бизнесом. Целеустремленности и талант сделали свое дело. Песни Артура стали крутить в эфире радиостанции шансона. Еще через какое-то время он выступал в Кремле. Прославили певца известные композиции «Счастье ты мое голубоглазое» и «Слезы любви». Закрепил свои позиции Артур песней «Забыть нельзя, вернуться невозможно». Искренняя и очень трогательная она в одночасье стала народным хитом. Забыть нельзя, вернуться невозможно. Звезда любви сгорает надо мной. На концерте, который пройдет в Котловском ДК 11 марта в 17 часов, Артур исполнит не только свои хиты, но и другие полюбившиеся зрителям песни. Еще вчера – «Прощай», а любовь осенняя – «Судьба». Нежные и лиричные они не оставят равнодушными поклонников живой музыки. Так что приходите, билеты уже в продаже. На сегодня это все. Впереди ценные новости и прогноз погоды на завтра. Увидимся на канале Котласс ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова